Сегодня обзор будем делать про одну гитару, про самую главную, про ту гитару, которая является прямо эталоном-эталоном звучания пластичной струнной гитары. Валера рассказывает, он и иллюстрирует не специально эту музыку. Мы подобрали, поехали, рассказывали. Это Мартин Д12-28. Как сказал Дима, действительно эталон 12-струнной гитары. Собственно, с этого инструмента и началась эпоха и история 12-струнной гитары. Это примерно 50-60-е годы прошло век. То есть это был рассвет рок-н-ролла, рассвет рок-музыки. Музыканты экспериментировали. Искали новый звук. Искали новый звук. Тогда появлялись стили арт-рока и так далее. То есть это было очень такое забавное время. Этот ЛСД. Да. Еще и проглотил слюны. Не, не, не. Не об этом. В общем, это было время, когда музыканты, потом, как сейчас электронные, допустим, музыканты, экспериментируют личную звук. И в банк появляется 12-струнной гитары. Мартин изобретает. И все ее стремятся заполучить. И куча известнейших артистов, которые мы знаем, которые сейчас уже классики, играют на этих гитарах. И вы, возможно, сейчас по Валериному саундтреку слышите и вспоминаете. О, точно. А может быть, вы настолько искушен, что знаете. Хотя у нас 12-струнная гитара, наверное, благодаря... Розенбауму. Розенбауму, да. Еще ранее Башлачев и Цои Гремчаков тогда баловались. Ну, естественно, под влиянием западной рок-культуры. Но мы сейчас сделаем акцент ближе на западной музыке. Давай расскажем историю. История очень интересная. Вы наверняка уже знаете, что компания Мартин – это та компания, которая, собственно, изобрела корпус дредноут. Это большой, объемный корпус. Для того, чтобы можно было ставить, во-первых, металлические струны, во-вторых, чтобы звук был громкий, мощный, насыщенный. Одни из самых первых дредноутов, которые появились тогда, это был D18 и D28. D18 была из красного дерева, обечайка и задняя дека. Верхняя была ель. D28 был тоже ель, но здесь был палисандр, обечайка и задняя дека. Точнее, восточно-индийский палисандр. И, собственно, Мартин, компания Мартин выпускает инструмент на базе гитары дредноута D28 и дает ей название D12-28. Здесь, так же, как и на 28-м дредноуте, хитхинская ель – верхняя дека, восточно-индийский палисандр, обечайка и задняя дека, накладка на гриф и бридж – эбони, фирменные колки Мартин, естественно, порожки верхней и нижней костяной. Основная ценность этой гитары – это палисандр, из которого сделана обечайка и нижняя дека. Сейчас с палисандром история такая. Когда-то запретили к вырубке палисандр бразильский, и он стал просто мегаэксклюзивом. Сейчас вообще любой палисандр запретили к вырубке, перевозке страны в страну. В общем, с ним целая проблема. Сейчас производители активно заменяют палисандр другими сортами дерева. Скоро таких гитар практически не останется. Поэтому это уже практически эксклюзив. Итак, 12-струнные гитары сейчас используют не только в рок-музыке, естественно. Сейчас используют вообще везде. В поп-музыке, в рок-шансоне даже используют. Вообще везде. И я когда чуть-чуть готовился, ну, просто интересовался этим вопросом и нашел очень много интересных блогов, где есть перечни песен, которые исполняются на 12-струнных гитарах. Перейдите по ссылке, вы точно так же, как я удивитесь. Потому что вы эти песни все практически знаете. И даже не думаете, что они играются на 12-му. Они играются. 12-струнные гитары звучат очень круто в дуэте. Когда есть очень классный вокалист, непосредственный вокалист, а тот прям вокалист-вокалист, голосистый вокалист. Вот с голосистым вокалистом аккомпанировать ему на 12-струнные гитары просто блестяще, потому что такое ощущение, что звучит целый ансамбль гитарный. Очень круто. И если вы исполняете такую музыку, где она, эта гитара родница, то, конечно, будет уместно использовать самый, наверное, топливный, самый такой, лучший, не лучший цвет, это вопрос вкуса, но самый такой, короче, без слова, самый просто идеальный инструмент. Идеальная 12-струнная гитара. Только здесь, конечно, вопрос цены встанет. Очень жестко, потому что это Мартин. Мартин не может стоить по определению дешево. Это всегда инструменты дорогие. Они начинаются от 100 тысяч рублей, что для нашей страны довольно, довольны сейчас в наших условиях действительно, ну, как бы, жесткая такая сумма. Но, тем не менее, это Мартин настоящая гитара. Мартин не здесь называем вообще металлором, вообще гитара. Мартин изобрел вообще практически все, все формы и так далее. Ну, то есть, что говорить, это как, блин, это все и так знают. Все облизываются на Мартин, а мы тоже, естественно. Итак, вернемся к нашей стране, раз уж раз говорили. 12-струнные гитары у нас известны в основном благодаря Александру Яковлевичу Разумбауму. Он вообще всегда, правда, всегда играет, да? Он всегда играет на 12-струнных гитарах. Правый играет. У него есть из 6-ти струнных, но основная рабочая гитара у него 12-струнных. Правда, он играет на Овейшене, и на эту гитару у нас есть уже обзор. Опять же, он находится по ссылке, если интересно, пройдите и посмотрите там. И его любят, наверное, за вот это особенное какое-то звучание. Никто особо не понимает на начальном этапе, что это вообще такое, как это может так звучать. Я тоже, честно говоря, не понимаю, но Валера большой суперспец в этом. Поэтому сейчас просто, если вам будет интересно, я попрошу за вас, Валеру, показать основные фишки, и вы поймете, в чем там, блин, прикол, почему он так звучит супернеобычно. Давай, Калис, рассказывай про строй. Да, те, кто меня знает по предыдущим роликам, я на некоторых роликах показывал там основные какие-то моменты, но сейчас специально для Димы и для вас я покажу, как это делается. В общем-то, берем тюнер. Сейчас гитара настроена в стандартном строе. Я покажу, как настроить ее в Open G. Open G, пока ты настраиваешь Open G, Open открытый, G это обозначение ноты соль, то есть соль мажор, да, аккорда соль мажор. Новички называемые просто G, да, поэтому для них Open G, то есть открытый соль мажор. То есть первую пару струн я опускаю на один тон ниже. Мы делаем не ми, если вы настраиваете по тюнеру, а делаем ре, верно? Да, да. То есть первая струна, нота ре, D, а значит. Вторая остается, третья остается, четвертая остается, пятую пару также опускаем на один тон. Было ля, стало соль. Было эй, будет G. Выбираете на камертоне, просто двигаетесь, опускаете и до того момента, как на камертоне, на тюнере. Выбираете на тюнере, опускаетесь, там показывает G. Единственная сложность, нужно две струны настраивать. Да, да. И очень просто это делается. Просто представьте, что вы двумя пальцами так... Все. И шестая пара тоже опускается на один тон. Было ми, стало ре. Ми – это буковка, и не английская, и ре, опять же, D. Да, как я пока не знаю, смотрю, D, D, вот так. Открытые струны дают соль мажор. Здесь фишка в том, что все струны в аккорде практически зажаты. То есть, если в стандартном строе ля минор выглядит вот так, здесь открытая пятая струна, шестая и первая, то в Open G он выглядит вот так. То есть, если вы, допустим, зажмете тресепт аккорд на шестиструнной гитаре и еще большим пальцем еще опустите вниз, зажмете пятую и шестую, это на первоначальном этапе, конечно, будет тяжело. У меня здесь мозоль такая уже каменная. А у меня вообще не получается, честно говоря, я не представляю. У меня вот здесь вот как будто этот вшит какой-то штырь, и его надо сначала отвинтить, и тогда он байк. Да, да. То есть, аккорд выглядит вот так, и таким образом все аккорды, все струны зажаты, когда идет, таким образом идет контроль над боем. То есть, я могу глушить все струны, бить по всем струнам, они у меня будут все заглушены. А ты можешь отпускаться? Соответственно, я прыгаю, педалирую на аккорде и таким образом создаю рисуночки такие. Вот такая фишка. Это правда же звучит прям чисто и Александр Яковлевич? Один в один. Здесь бой очень похож на бой, как вот играл Владимир Высоцкий. То есть, он большим пальцем извлекал басы и указательным пальцем бил ритм. То есть, допустим, я беру аккорд, то есть большой палец у меня прыгает по басам, а указательный палец просто извлекает ритм. Здесь надо просто привыкнуть к этому моменту, чтобы четко у вас, независимо от указательного пальца, большой палец прыгал по басам. Ну и, соответственно, прыгая на аккорде, педалируя, можно делать самые разные ритмические рисунки. Вот, допустим, такой. И если я в определенные моменты буду по-другому его поднимать, то уже можно по-другому. Вот такие фишки. Я даже пытаться не буду, потому что я точно знаю, что у меня не получится. Хотя я учился играть на гитаре. Это к слову к тому, что иногда у нас, и даже в тех, в том видеокомментариях, есть и в Разенбауме, что он гитарист, что-то такое. Но если вы тоже снобисты считаете, что Разенбаум не гитарист, то вот он, Валера, попробуйте сами. Я пробовал, это будет позор чистейший. Я даже не буду на камеру делать это сто процентов. Эта техника не скажет, что какая-то там навуроченная, но потрудиться придется. То есть вот так вот, чтобы взять с кондачка и сыграть. Не-не-не, не получится. Да, кстати, у нас еще продается книга Александра Розенбаума. Называется «Дом с видом на соль мажор. Моя гитара». Там все подробно рассказано про технику. Поэтому можете приобрести у нас ее. Ну что, мы слегка увлеклись в Open G. Мне кажется, это очень прикольно, потому что вопрос задается мать-муща. Мне кажется, будет очень полезно узнать прям подробно-подробно про это дело. Ну а вернемся к Мартину. Эталонный двенадцатрунный Мартин. И если вам интересно послушать, то, конечно, мы ждем вас здесь. Да, у нас на платформе. Приходите. Либо в Петербург на Ханюшную. Забегайте, поднимайтесь и пробуйте эти гитары. И если интересно… Хотя нет заказа. Я не представляю, что в этой заказе. Хотя подожди. У нас заказы? У нас… А вы что заказали? У нас Барри Мортина заказали. Ну, в общем, будет удивительно, если вы захотите заказать это просто не глядя. Но такие прецеденты бывают. Поэтому мы будем очень рады. Гитара идет в супер кейсе. Жесткий, надежный, фирменный пластиковый кейс. Вот они у нас стоят на среду. У нас прям целый… Ну… Целый ансамбль. Да, целый ансамбль. Целый ассортимент Мартинов. Все они идут вот в таких вот очень фирменных кейсах. Поэтому, если заказывается где-то издалек, то можно не переживать за сохранность. И плюс к этому кейсу мы люто-люто пакуем. Уж Мартин мы будем паковать, не знаю, прям с открытия, с 11 вечера. И это исключено, что будет что-то не так. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Послушайте чуть-чуть еще музыку, которую Валера подготовил. Уйдет черный фон. Будет написана наша фраза. Купите не просто гитару, а великолепную гитару, что, естественно, применимо к этому инструменту, как, может быть, никакому другому. Спасибо. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok